Значит, мы начинаем наше занятие, которое по существу является продолжением такого короткого выступления, которое я делал на одном из занятий, вот как раз по поводу месяца Элуль, то, что у нас сейчас, понятие джуэ и так дальше. Я не буду здесь повторять совсем то, что тогда я уже разбирал, расскажу в двух словах, что этот зачин был такой, в этом параграфе, который называется гдула джуэ, то есть как бы величие джуэ. Вот и дальше приводился, Раф все-таки приводит выражение сначала из Оше, по-моему, так по-русски переводится, или Осия, по-моему, пророк, да, это из 12 малых пророков, да, где сказано такое очень амбивалентное высказывание, трудно как бы постижимое вообще, а именно гдула джуэ, а именно велика джуэ, или я бы сказал велика сила джуэ, это вот здесь вот, да, когда джуэ, а именно те преступления, которые были сделаны Басадон, а именно злоумышленные, либо умышленные, да, они как бы засчитываются как кэш-гагот, кэш-гагот, а именно как те, которые сделаны неумысленно. Ну и понятно, что за те, что, окей, за те, которые, злоумышленные, те, которые жгагот, понятно, что как бы и наказание разное, и, в общем, как бы снижается, искупается, если так можно сказать по-русски, в общем, преступление переводится в другой рак. Но на этом не кончается. А. Приводится пасук из, подтверждение приводится пасук из Оши, да, где сказано, тоже очень странная фраза. Шу, Исраэль, а, да, шэмэ, лукеха, ки, кашальта, бе, авонха, а именно возвратись, Израиль, дальше стоит, дальше будет Равширки разбирать, очень-очень-очень непонятное, как бы, выражение, если так можно сказать. Во-первых, ад – это до. По прямому смыслу это до, это даже не к, а это все-таки больше до. Это тоже вызывает много всяких поршанных комментариев, да, но нас сейчас в данном случае, вот для данного конкретного рассуждения, нас больше интересует конец фраза, написано ки, кашальта, бе, авонха. Да, ки, кашальта, кашальта – интересное слово, ки, кашальта означает, что ты преуспел, как бы, ты получил поражение в своих грехах, то есть ты не преуспел в своих грехах. И вот из этого, из этого, да, и поэтому из этого делается вывод, что вот то, что сказано кашальта, а именно кашальта – это, я не могу сейчас, как бы, не приходит мне в голову, как это одним словом по-русски перевести, кашальта – это антоним цлахта. Кашальта – это преуспел, а кашальта – это, ну, если, как бы, у вас есть на языке, то подскажите, как ты вылетел из головы, как сказать преуспел, только в обратном смысле. А именно, он потерпел поражение, кстати, по-русски, наверное, не знаю, мне, как бы, лучше в голову не приходит. А дальше, как бы, делается небольшое разбирательство. Почему? Потому что, говорится, что вот этот, из данного пасука видно, что грех – мызитву, то есть грех является тем, который является сам по себе микшолем. Он является тем, который является препятствием, он является тем, который вредит. Понимаете? Вот, и поэтому, поскольку сказано, кишкашальта – бэа вон ха, но это, как бы, противоположно от противоположно, вот так мне кажется, да, что этот грех, он является для тебя препятствием, но поскольку ты потерпел поражение в препятствии, то как будто ты преуспел в хорошем. Ну, вот, по-моему, это вот как бы вот такая вот двойная логика, да, и из этого видно, что этот вот Задон, Задон, да, который бэмизит, то есть злонамеренно, он переводит в рамку, в рамки Жгага, да. И вот дальше приводился Рейш Лакиш, который говорил, который сказал, что «дунат шуваш» из «дунот насотло кэсхуйот», который сказал еще больше, переводит еще на больший уровень, который уже совсем непонятно, совершенно непонятно о том, что величие от шувы заключается в том, что сдунот, а именно преступления, которые были сделаны умышленно, да, они ему после шувы засчитываются кэсхуйот. То есть они ему засчитываются как благие дела, как митца, как исполнение что-то хорошего. С другом говоря, плохое, переводит в рамку хорошего, что уже как бы вообще непонятно. И опять же, на чем это основывается? В данном случае это основывается на Ихэскеле, на пророке Ихэскеле. Вот здесь написано Ихэскель 33.19, где сказано И вернется злодей от своего злодейства, да, а дальше сказано И будет как бы произведен суд и засчитается ему это вздаку. То есть вздаку в смысле, ну, как бы в хорошие дела схуёт, да, и так он будет, и этим он будет жить. Ну, по-моему, какой-то превизодный перевод, да. Почему? И вот тут Рейш Лакиш, он это объясняет, и тут начинается как бы петах, начало очень-очень-очень большого рассуждения. Да, он, Рейш Лакиш отбивает это как, он говорит, локашьет, локашьет означает как бы не проблема. В этом нетрудности это объяснить. Почему? Потому что, говорит, кан меава вэ кан мир а. Потому что, если это меава, то есть если он делает шуву, да, из аава, из любви, ну, так по-простому если переводить, да, то тогда, тогда у него, его злодот переводится не только в жгагот, но они переводятся вообще в скулёт. Ещё более высокое, да. Вот, а если он делает мир а, то есть из-за страха, страха перед немесами, страхом перед наказанием, то тогда они переводятся из доноты в жгагот. Ну, хорошо, есть какие-то вопросы, потому что я прочитал? Господа, как-то реагируете, если можно, хотя бы, не знаю, да, нет, что-то такое, чтобы это не было просто, а то в вакууме как-то очень тяжело говорить. Есть какие-то вопросы? Это понятно? Ну, непонятно, конечно. Почему вдруг грехи переводятся в достижение? Непонятно. Непонятно. Я могу, поскольку я человек не сдержанный, да, то я не могу сдержаться, вот, и я вам брошу подсказку, к которому, как мне показалось, к этому ведётся. То есть сейчас будет распутываться некоторый клубок, который ведёт к тому, что, ну, так и совсем, да, вот я сейчас по-простому говорю, так достаточно банально. У нас есть вот совершенно типичный парадокс еврейской мысли. То есть, с одной стороны, всё в руках Всевышнего, а с другой стороны, у человека как бы полный выбор, куда идти, по хорошей дороге и по плохой дороге. Более того, мы, кстати, сказали, что всё в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть опять как бы вот, ну, парадоксальная штука, да. Но вот я вам подсказываю, не то, что подсказываю, да, я как бы дальше читал. Вот это пойдёт в направление, что это можно понять, когда, если человек делает миава, то в каком-то смысле возвращается к источнику всего. Источник всего Всевышнего, источник тому, кто управляет мир. Поэтому в каком-то смысле, в каком-то смысле, да, стрелка переводится от человека на небеса. И тогда как бы, как бы нам будет как бы представлено, доказано, что тогда получается, что Всевышний берёт это на себя, и он как бы говорит человеку, что на самом деле ты думаешь, что из этого выйдет плохое, а из этого вышло хорошее. Вот это так я понял, и это очень как бы, ну, так, округляя, ладно, вы видите, тоже знаете, Лагель это пинут, закругляя углы, да. Вот это какой-то вот такой, куда мы сейчас пойдём, да. Ну, читаем тра дальше. Итак, по Рэш Лакишу, Лэфи Рэш Лакиш. Если человек согрешил злоумышленно, а потом хазар-бэтшуа, да, а потом раскаялся, то тогда вот этот задон, это злоумышленье, оно ему засчитывается как непреднамеренное. Кэш-гага. Ну, а кроме того, кроме того, повторяется, да, Рэш Лакиш продолжил и сказал ещё более высокое, а именно, что величие швы заключается в том, что сдунот злоумышленье, или злоумышленье я, а они делаются ему как схуёт, а именно превращаются ему в его заслуги. И тогда из этого получается, что нет только вот это плохое, плохое содеянное засчитывается как якобы сделанное случайно по ошибке, наказание которого значительно меньше, чем сделанного злоумышленно. Более того, грех, грех, он пересматривается, он возвращается, пересматривается, как заповедь. Но вот это близкий период к тому, что написано, так мне кажется. Дальше ещё больше. Написано, коль довара, любое злодеяние, коль хэтве авера, любое преступление и грех, после швы, после раскаяния, да, Виктория, привет, после раскаяния, да, приобретает ретроспективно, вот тут написано, а, ретроактивно, ретроактивно приобретает, как бы, ценность или значимость митцвы, то есть благого деяния. Ну, так если по-русски переводить высоким стилем, да. Опять говорю вам, перебивайте меня, если что-то непонятно или вообще есть что-то сказать, это будет очень способствовать нашему разрушению. Ну, и вот резюме, а именно, преступные дела, содеянные злоумышленно, превращаются в благие дела. Как это понять? Невозможно. И дальше пишет Рашев, непхина рационали, то есть логически, с рациональной точки зрения, да, очень трудно понять это положение, либо высказывание. И он говорит, Рашев, на насел и варера это омикотворим. Давайте попробуем понять глубину сокрытого здесь. Идем дальше. Шо ля Талмуд. Спрашивает Талмуд, каким образом могут соединиться, разрешиться, каким образом могут быть понятны вот эти два выражения, в соответствии с которыми, с одной стороны, шува превращает злоумышленное в нечаянное, вот жирно написано, нечаянное, жгагот, да, а с другой стороны, он же, в смысле он же Талмуд, или она же традиция, либо они же мудрецы, говорят, что злоумышленное превращается в схуёд, а именно в благие дела. Переворачивая страницу. Дальше умышит и отвечает, что тут дело в том, что речь идет о разных видах шувы, о разных видах, смотрите, по-русски говорится раскаяния, но это слово очень неприятное на слух. То есть в нем есть, конечно, громадный смысл того, что человек, прежде всего, как бы осознает, что то, что он сделал, это неправильно, это плохо, и, по-видимому, это какая-то первоначальная стадия шувы. Но, тем не менее, на иврите недаром это слово называется не раскаяние, а для раскаяния тоже есть слово на иврите. А примерно шува – именно возвращение. Он говорит, что это разные виды возвращения. Есть шува мир-а, а именно возвращение из страха, оно, вот у него, у такого возвращения есть сила превратить злоумышленное в нечаянно содеянное. А шува от любви превращает злоумышленное в благое. И поэтому следует выяснить, в чем же смысл этих двух видов шувы. Одна шува из страха, а другая шува из любви. И откуда вообще мудрецы вывели вот это разделение между ними, которое доходит до того, что шува одного вида опять превращает злоумышленное в благое, а шува другого вида превращает в злоумышленное только в кавычках, потому что это уже много, но тем не менее, в сравнении с первым, превращает в нечаянно содеянное. Вот это был зачин, который я более-менее рассказал на, ну, не в прошлом занятии, а на занятии, которое, в общем, было до того, до того, как мы сейчас собрались. Окей? Ты говоришь, можно перебивать, да, ты говоришь? Да, Гриш, надо просто перебивать. Ну, вот смотри, вот у меня пока ассоциация такая, она, наверное, очень примитивная. Допустим, я вспоминаю какие-то вещи, которые происходили со мной там в юности, когда мне было 20 лет, вот, в те времена. Вот, причем тогда, в те времена, мне вовсе не казалось, что все вокруг так замечательно и так далее. Вот, а сейчас чего бы только не отдал, чтобы туда вернуться, и кажется, что все было там так хорошо, и вообще люди такие замечательные, отношения такие хорошие и так далее. То есть получается, что все вот так вот относительно, но это в моем мозгу относительно. Как это, с точки зрения других людей, конечно, сказать сложно. Вот, но, тем не менее, действительно такой вот пересмотр возможен. Что мы, собственно говоря, знаем о времени? Смотри, у меня такое ощущение, я очень осторожно говорю, да, у меня такое ощущение, что Ира в шерке, когда он обращается, пишет эти слова, он, этот текст, он как бы обращается к определенной категории. Сейчас поясню. Я думаю, что Залмут тоже говорит, обращается, имеет определенную категорию. То есть речь идет прежде всего, прежде всего, когда мы говорим сданот, шгагот, вот эти всем, как бы, мунахин термины, когда мы говорим о верот преступления, да, когда мы говорим о альхет, речь идет, мне кажется, по прямому смыслу, по самому простому смыслу, речь идет о аксиматике религиозной, речь идет о выполнении божественных приказаний Западу. Это правильно, что приняв их как аксиому, дальше мы посмотрим, да, что она в Шерке будет говорить, да нет, конечно, речь идет не просто о Западе и все прочее. Но это, конечно, имеется в виду в том, что его все понимают, что, конечно, конечно, речь идет про Западе, но не только, а гораздо больше. Слушай, я сейчас скажу некоторую вещь, да, мне кажется, что невозможно понять это, если сразу уходить в какие-то самые общие рассуждения, которые вообще оторваны от еврейского мира, которые ответствуют от сведения Запада. Тогда мне кажется, что мы просто очень быстро приходим к банальной фразе, философской, но банальной, а именно баранкин будь человеком. Все, тогда можно закрывать дверь. Это как бы очень понятно и хорошо все. Поэтому баранкин будь человеком и все. Но здесь все-таки изначально идет о том, что шува и возвращение, речь идет прежде всего по прямому смыслу, да прежде всего, прежде всего, не о просто хорошем благовидном поведении, а речь идет просто-просто, а речь идет о соблюдении тех специфических законов, которые были даны евреям. Мне так кажется, окей? Ну, хорошо, продвинемся чуток дальше. Смотрите, следующий параграф называется «Эншува элэмеава». А именно, простой перевод такой, вообще не существует никакого возвращения, которое не является по любви. Здесь как бы… А тут все время как бы получается такая игра. Сначала да, а потом нет, а может быть да, это и нет, и так дальше. То есть сейчас до этого было сказано, что есть два вида. А теперь как бы говорится… Нет, на самом деле вообще нету… Любая чува, она является «Меава». Окей? А вот теперь говорит Раф Шеркин. А теперь давайте посмотрим… Для этого давайте сначала посмотрим, а в чем вообще заключается заповедь чувы, заповедь возвращения. И говорит… Вот тут сейчас будет то, что как бы более-менее опровергает, что я сказал до-то-го. А именно, он говорит, что довольно распространенное мнение, но которое является поверхностным. Шадшува, она прежде всего связана и в основном заключается в том выполнении заповедей. А именно простая схема. Человек сделал прегрешение. Авар-авирот. Прегрешение «я». Дальше. Мидхарет. Вот Мидхарет, вот это слово Мидхарет. Вот это слово еврейское, которое называется «раскаиваться». И хорота, хорота – это раскаяние. Это вот перевод на русский язык. А шуа, которое переводится обычно как «раскаяние», это неправильный перевод. Шуа – это действительно возвращение. Потому что, наверное, она включает в себя часть, как басист, как фундамент, наверное, то, что называется «хорота». Но это не перевод раскаяния. Раскаяние – это вот «хорота Мидхарет». Так вот, человек совершил преступление. Дальше раскаивается по поводу совершенных им злодеяний и преступлений. И дальше, да, он решает вести себя хорошо, выполнять заповеди. Вот по прямому смыслу. И говорит, ну вот смотрите, пишет. «А фальпишебывадай дворим эленэхоним». Да, несмотря на то, что, конечно, сказанное здесь, по прямому смыслу, совершенно правильно. По прямому смыслу, я от себя добавил. Говорит, «А фальпишебывадай дворим эленэхоним». Конечно, несмотря на то, что эти слова, они справедливые, они не выражают собой всего глубокого смысла. Вот здесь написано «маут». «Маут» – чрезвычайно важное слово на иврите. Одно из самых важных, скажем так. «Маут» – это смысл. Есть разные синонимы слова «смысл». Есть слово, например, «машмаут». Тоже сейчас как бы нет времени, да и вообще это… Но, тем не менее, можно как бы ввести «машмаут», а слово «лишма». Да, это, по-видимому, можно привести пример, когда сказано «шма Исраиль». «Слушай, Исраиль» – это в каком-то смысле, не только «слушай», в смысле «ухом слышать», а в смысле «слушать», «внимать» и «понимать». «слушать», «осознавая», а не просто физическое как бы воздействие на барабанные перепонки. Человек как бы понимает, о чем идет… И он именно понимает, о чем идет речь, а не просто слышит звуки. Так вот, здесь-здесь идет речь. Нет даже от слова «машмаут», а гораздо более высоким. «Маут», «маут» – это настоящий смысл. Я думаю, я думаю, что это слово, видно, что оно откровенное, словом «бытие», «лиет». «Маут», «маут» – это понятие на уровне понятия смысла мироздания вообще. Вот это слово «маут». «Маут», «одворим» – это понять суть сердцевины вещей. Так вот, опять возвращаясь, вообще-то не говоришь. Понятие о том, что человек сделал преступление, а потом возвращается к исполнению заповедей, оно, конечно, правильно по прямому смыслу, но оно не выражает всего существенного смысла понятия «чувы». Дальше пишет «маут», «адшува», а именно глубинный смысл, либо сокровенный смысл, либо настоящий смысл, как угодно можете сказать. «Маут», «адшува» объясняется в Торе в главе «Ницавим». Вот как раз «Ницавим» – это Парашад Шаво, которое читается всегда перед Роша Шана. Сейчас в нашем примере это читается в ближайшую субботу. В ближайшую субботу как раз перед Роша Шана. Окей? И что сказано в книге «Дворим»? Сказаны потрясающие речи. «Вышав-то адашем элух кейха» «И вернешься ты до…» По прямому смыслу перевод «к». Хотя, тем не менее, стоит, а сейчас будет обсуждаться почему. Сказано «Вышав-то адашем элух кейха» «Вернешься до Бога твоего» и будешь слышать ты голос его или слушаться, скорее всего, понимаете? Вот здесь тоже «шама», «шама» – это слышать. Но здесь «слышать» в смысле это «слушаться». И ты будешь слушаться его голоса. «Кеколь ашер анухим и цавха» «Во всем том, чем я тебя заповедую сегодня» «Ата у ванеха» «Ты и сыновья твои» «Беколь вавхау беколь нафшиха» «Всем сердцем твоим и всей душою твоей». Вот Раф Шерти говорит, что вот эта вот фраза, да, вот эта вот фраза, эта фраза, она выражает сущность, сущность процесса тшуы. Давайте посмотрим, как. Прежде всего, Раф Шерти говорит, смотрите, обратите внимание, Тура не говорит «И возвратишься ты до заповеди Господа Бога твоего». «Вышав-то ад митсвот ашем и лукет». То есть, он как бы здесь говорит, что если бы речь шла о том, что человек должен вернуться к возвращению заповедей, то возвращаться он должен был бы к заповедям, а не возвращаться вообще до Всевышнего. говорит «Не сказано, что возвращение Хазарабы Чува, а именно возвращение в Чуве, это возвращение к заповедям. А более того, написано в Ишав-то ад ашем и лукет, ты возвратишься к Господу Богу твоему». Что, по-видимому, это я добавляю, гораздо более емкое, чем возвращение только к заповедям. Продолжай дальше раб-шефт. Кэломар, то есть, речь идет не только о том, что хуватки юма митсвот, что только обязанность выполнения заповедей, она только эта, приводит человеку к возвращению. И не только то, что человек сделал преступление, а потом раскаялся садейным, это вернет его возвращение в Чуве. То есть, этого недостаточно. Если бы было сказано, в Ишав-то ад митсвот ашем и лукет, тогда да, тогда было понятно, человек оставил митсвот, еврей оставил митсвот, потом вернулся и стал соблюдать снова митсвот. И он взял Чув. Но, рашем кегойша, этого недостаточно. Почему? Потому что сказано возвращение не просто к соблюдению заповедей, а сказано гораздо более глубокое, в Ишав-то ад ашем и лукет. И говорит «эн зэ ках». И поэтому это не так. И дальше начинается общее рассуждение. Ад шува и тнуап не митсвот анефеш. Возвращение от шува представляет собой внутреннее движение либо побуждение души. Более того, фикун шель зэуд является исправлением как бы идентификации человека, которое выражается в том, что он возвращается, его возврат эл-элууд к божественному. И отсюда следует, что понятно, что тот, кто возвращается к Всевышнему, не может это сделать без того, чтобы соблюдать заповедь. То есть как бы понятно, что соблюдение заповедей – это составная часть этого процесса. Но это не весь процесс. И то, что сказано «Ва-та-та-шув» «И ты вернешься» «И уже после того, как ты вернешься, из этого сказано «Ба-шамата-бэ-коль-а-шэм».» И тогда, тогда ты поймешь, услышишь или прислушаешься голосу Всевышнего. «Ва-асито» «Эт-коль-мицвотав» «Это там же, вот в это, это там же, а именно в 30-й главе книги Дворим восьмом стихе то есть после того как от атошу высоко ты вернешься вот тогда у тебя будет возможность лишь моба коляши бы коляшин тогда у тебя будет возможность понять слушаться как 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 угодно переведите до голосу всевышнего и только после этого ты можете и ты будешь делать запад а именно то что получается что именно по следам и по стопам вот этого возвращения к всевышнему и понимание его голоса в одессе шмея это можно по-разному пор перевести пары и на имити тоже это звучит неоднозначно но шмея в смысле что ты услышишь его голос слышишь смысле можете как угодно сказать слышишь поймешь осознаешь но прежде всего услышишь услышишь смысле что прочувствовать и вот проделав только проделав это тогда человек сможет соблюдать его заповеди тогда получается что киома митсвот является то ладаши от чувак а именно соблюдение заповедям является производным от процесса возвращения тсувы является необходимым результатом и который напрашивается сам собой но при этом не выражает собой всего смысла тсувы выполнение заповеди да является как является то лада является порождением процесса тсувы но не является самой тсувой и говорит от смут от шува то есть еще раз от смут это тоже синоним маут это сама суть вещей это вообще то что на по-русски называется обжиг там по-английски называется обжиг это этсом когда горят этс и майнян а именно суть дела заключается в том вот этсом эту суть и поэтому здесь а в шерке пишет от смут от шува смысл тсувы или сердцевина тсувы является возвращение прежде всего тсува а именно в начале ко всевышнему а не к заповедям ло эль митсвот ав от шува и нам от хила не на митсвот а именно чувак не начинается от заповедей а начинается от я думаю что перейти так от выставление как центральной задачи или как самой высокой задачи написано малая в смысле поднятия к зеуту понятию к осознанию личности персона человека его идентификации а именно что-то меняется внутри самой процессе процесс от шувы что-то меняется внутри самого облика человека его духовного облика то что здесь написано то что написано видите бы тоха нефиш мимо бы тоха нефиш внутри души обнимает вглубь это какой-то это глубины это процесс который идет вглубь который связан с осознанием персоны человека чем заключается идентификации человек чем заключается его личность и это то что пишет рафшерты зайчева мява и вот это это вот такой процесс этот процесс он и называется возвращение чувак по любви это очень по русски звучит банально но тем не менее в основе которой является любовь правильно спросить я думаю мне короче а дальше будет любовь как бы кому любовь к себе любовь и к своему настоящему смыслу любовь ко всевышнему но во всяком случае это это как бы термина называется чувак мява окей есть соображение рассуждения вопрос и так дальше народ немногочисленный народ но есть немножко но это опять получится что общечеловеческие такие вот но действительно можно можно сравнить допустим я был сумасшедший сколько-то лет назад совершенно не мог ничего воспринимать что мне говорят чему меня учат там и так далее вот теперь вдруг как будто бы меня вылечили связь со всевышним возможно заповеди я теперь могу понимать могу исполнять в общем-то это как бы понятно но это не не объясняет того как как поступки совершенные в прошлом могут непонятно даже непонятно не 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 понятно мне кажется здесь важно вот я как бы осмелился бы сказать вот это вот это ходила тавтология но вот эти вот балансирование у нас на устах и мы их как бы все время мы привлекаем ими оперировать да а именно возвращение к всевышнему это не очень понятно что еще взросли возвращение к всевышним хотя так и написано вернешься ты ко всевышним здесь рапширки как мне кажется даже переводят стрелки много это возвращение к самому к себе он говорит об изменении зелу то человек не может вернуться к зелу ту сущности всевышнего что не знает что он не там это вне его но вот мне кажется мне близко мне близко как бы путь такой что когда человек возвращается к своему изначальному смыслу своему корню вот это и есть возвращение к всевышним и мне кажется это вот то что здесь рапширки говорит о возвращении к зеуту когда он говорит когда он говорит повторяет тоже достаточно загадочное на иврите звучит что-то движение эленэфиш пнима то есть глубинная то есть в душе и вовнутрь то есть это это движение внутрь души внутри души человека хотя наверно схема как бы логическая она такая душа человека связана с божественным источником ну как бы это это тривиально ранее губ человека тело человека связано с окружающим миром является как бы физической оболочкой правильно а душа человека связана со всевышним поэтому наверное отсюда как бы следует и человек возвращается к себе душе и не просто начать к душе а к душе к ним и вовнутрь то наверно наверно это путь который идет по всевышнему но если человек именно к себе возвращается получается что значит когда-то когда-то была . во времени когда с ним все было абсолютно нормально да да у него была нормальная связь там и так далее а когда а когда и что этим считать смотри ты правильно говоришь поэтому наверно мы посмотрим дальше я тоже думаю так что как бы вот это вот движение это движение к источнику то есть наверно схема такая есть что-то незамутненное и что-то изначальное то что рабжеки хочет сказать эль анафиш пнима то есть по своей знаешь я не хочу банальной фразы то есть по своей природе человек конечно хорош это сложнее но внутри своей самой самой -самой внутренней то есть своей самой-самой внутренности божественной внутренности человека в его источнике он идеально хорош он незамутнен а когда человек делает всякие прегрешения то он отдаляется от вот этой точки истинной которая находится у него поэтому но вот меня здесь привлекает как бы рассуждение рава шерки что вот как я понимаю он связывает процесс возвращения к всевышнему и то что написано в шафта ада шэм элу кэхэ возвратишься ты господу богу своему связывает вот возвращению как я понимаю эль анефиш пнима возвращением к душе внутрь потому что господь по-видимому там ну вот так наверно как хорошо продвинемся четок подальше окей говорит цитата сказано в есть такой сборник по моему это сборник медрашей называется пиркей дэраби леса в главе 3 да вот я сейчас здесь в брешит раба шит раба это сборник медрашей на тему по книге бреши вообще сказано некоторое капитальное выражение которое хорошо ложится как бы в ткань того что мы обсуждаем но по простому смыслу понять это невозможно а именно чувак адма лео лам прямой простой перевод он такой что чувак и процесс возвращения предшествует мир либо создание до создания мира ну скажем так до процесса создания мира был процесс создания механизма возвращения сейчас будем читать дальше но вот как бы мне кажется что если приводить на какие-то технологические рамки мысли это позволительно да можно сказать такую штуку вот человек занимает янгер да занимаюсь там сайтами или вообще каким-то делом предполагаем человек делает например вот мне близко напишет и связано сайтами прежде чем сделать какое-то изменение всегда настойчиво рекомендуется самым первым инструкциям для новичков которые занимаются сайтостроительством сделайте обязательно гибуль что такое гибуль это создайте возможность возвращения не стройте пока вас не будет механизма возвращения ну как бы с точки зрения как бы сайта строительства либо вообще постройки чего-либо понятно что вот этот вот отход назад он очень важен назад назад смысле не они как даже не отползать на предыдущие как бы позиции как бы не спуск по лестнице а как бы возвращение к первоначальности вот мне кажется мне кажется что это хотя бы я на своем уровне могу понять это так чувак от мало и ола вот этот процесс швы он был создан до создания мира потому что по-видимому без процесса швы существование мира бессмысленно развалится поэтому для того чтобы он существовал должен быть создана процессы и так дальше пишет рафшерки именно амигу и диврей хазан если мы постараемся более углубленно посмотреть слова мудрецов мы поймем что что процесс швы он не является положением бы диават опосля это что означает означает сначала есть мир сначала есть я я сделал плохо я возвращаюсь обратно получается что весь процесс чувак это что называется бы диават по-русски самое простое называть опосля хотя бы не очень звучное слово тем не менее да опосля получается что чувак приходит как следствие или после дам какого-то плохого события и тогда появляется возможность швы он говорит нет это не это не существование швы так можно сказать это не существование того что происходит по следам в результате чего-то дальше пишет амуфея бешель ацорах литакенет хатаим который появляется чувак как необходимость изменить совершенные проступки а это не в ли отсюда является процессом на катхила изначально заложено понимаете вот это вот очень интересно потому что мы могли бы сказать в моем описание с этим самым сайта строительствами это как раз и типичный бы диават это что означает означает что произошло что-то произошло не так что такое сбилось вот они есть такая сленг называется откат делаешь откат бэкап возвращаешься обратно так вот здесь расширки говорит если мы посмотрим в слова мудрецов так речь на самом деле идет не про откат а речь идет о том что вот это вот этот процесс а как бы откатывание он изначально заложен а не появляется в результате того что возникла необходимость отойти назад сделать что-то изменить дальше пишет то есть как общее 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 бытие невозможно сказать более как бы более обобщенного авая авая это то что по-английски называется экспириенс насколько я понимаю бытие это может быть как бы близко к этому но это нету по-русски насколько я понимаю нет прямого перевода слова экспириенс а авая авая это вся все существование в процессе его функционирование называется это не бытие в смысле что какая-то данность физическая а бытие в смысле что это переживание всего всего существующего так вот он пишет авая кула козер от бетшу вау вся эта авая она возвращается в процессе возвращения эль мекура решон свое первоначальному источнику а вот дальше вот очень интересно пишется блик кэшерлы кикуль кольшеву без всякой связи я добавляю слово происшедшим с произошедшим порчей то есть в моем примере с этим сайта строительства вот этот бэкап он происходит в том случае если произошел кикуль а именно если произошла порча человек сделал апгрейд оп развалилась сайт не поднимается окей он делает бэкап возвращение как он вот здесь это не так шува не связано блик кэшер эн кэшер бэн шува лэвэн кин куль это очень трудно понять нет чуточку что-то начинает проясняться извини я совсем коротко просто так как рассуждаем мы так как привыкли мыслить мы 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 не можем отделить вообще понятие чува будь то возвращение исправление или что-нибудь такое мы не можем это отделить от понятия время прошлое будущее настоящее вот но в этом тексте нигде нету слов да смотри я думаю что ты прав я думаю что это то что говорит рафшерке является выражением некоторого фундаментального еврейского подхода к развитию мира и вообще то что называется поступательному движению на ум тут же приходят фразы да которые говорят например в рост шана хадыш ямэйну кэкэдэм что что звучит как павтология а именно обнови дни наши как встать но это такой вот русский перевод да хотя тоже игра ты понимаешь и вы понимаете какая кэдэм тоже замечательно потому что кэдэм по-русски переводится встать а на самом деле на самом деле да на иврите кэдэм это с одной стороны я всегда привожу это пример что он потрясающий слово кэдэм это слово однокоренном салон кидма кидма это что по-русски переводится на современном уровне называется прогресс и дма а с другой стороны сад насажденный кэдэм это эдэмский сад и отсюда слово с одной стороны кодум кодум это древний а кидма это прогресс вот как вы можете соединить в одном языке в одном в одном слове до однокоренном два понятия которые противоположны как можно по-русски сказать что просто прогресс прогресс является устаревшим или древним как можно сказать невозможно все прогресс это вперед к светлому будущему правильно а назад назад это старое что что кодом и кодима да вот пожалуйста кодом и кодима кодима это вперед а кодом это лифнейз это до этого как можно двигаться вперед возвращаясь назад вот прямой привет юриде вот это такое сложное движение которое на самом деле как бы объясняет нам хотя из того же сказал она в шерке довольно но не то чтобы просто но это возвращение к источнику то есть грубо говоря ты двигаешься вперед возвращаясь своему источнику ну вот это так иначе это понять невозможно хотя опять же на иврите вот из тех примеров которые да мы сейчас привели да как ты сказал кодом отлично кодом это до этого а кидма это вперед когда человек стоит в очереди как бы автобусе он там этот шофер говорит а на титкадму давайте ребят продвигать вперед внутри салона не толпить с меня у двери вот пожалуйста кидкадму а когда там человек спрашивает другого а что этому предшествует он тоже говорит тоже слово кода как такое может быть и вот эта амбивалентность она видимо не знаю имманентно самому еврейскому существованию правильно окей что продвигаемся дальше он говорит вот это это идея о том что чува небо диават аллы катхила и не связано с килькуль вот эта идея также проистекает или выходит из слов рамбама в его заповеди касающихся чувы рамбам пишет коль митс вашего тора всякая заповедь которая вторая если человек приступил одну из них он когда он сделает шуву он возвратится от своего греха в яшов них это он я думаю что здесь ну как бы это не игра слов а это опять же это маут это 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 реальный смысл о том что соотносит шува а с другой стороны яшов сделает шуву возвращаясь от своего грех да и да это то что подчеркивает это что подчеркивает и то что подчеркивает рафшерки он говорит здесь есть двойное выражение какое сказано в яшов них это он он возвратится от своего греха то есть получается что возвращение смысл которого по при по простому смыслу исправление греховно содеянного она происходит после естественного процесса который вообще не связан с грехом я сет шува вы яшов них это о понимаете вот мне кажется вот в этом смысл зачем рамбам ему надо было писать что я сет шува в яшов них это о то есть сначала он делает шуву куда-то возвращаясь и уже только после этого после эпохи этого он исправляет свой грех а по простому если речь идет только про только про исправление содеянного надо было сказать в яшов них это о преступление наказание а тогда получается действительно по простому смыслу здесь есть мессер здесь есть лошонка фуль мессер кафуль кафуль это двойственный или удвоенный да и дальше предположение что человек сделает шуву то есть он начнет в процессе осознанного приближения осознанного и как бы сущностного возвращения ко всевышнего она является как бы понятный либо встроенный bird in изначально сама по себе она имманентно присуще я так сказал да вот это поэтому на хэнгамэн 40 лет савет альшуа поэтому поэтому в торе нету заповеди нету заповеди от шуве сейчас рапшарки про это скажет не сказано делать шуву кольши его хамиши называется каждый понедельник каждый четвертый нету нету заповеди делать шуву а есть заповедь возвращение я и поэтому продолжает рафшарки предполагает рамбан правда сколько говорит как это водится до противоположность мнению рамбана кис окончает что нету в торе заповеди которая является производным от нее например заповедь веду я не знаю как по-русски в общем это что-то то что читают я влетел из головы емкий пур точно читает в рошана что-то не помню не читает виду и читает в емкий пур вот да виду и есть заповедь есть заповедь есть но виду это производный от шувы как бы функциональная функциональное наполнение но пир говорит дальше но сама сущность этого процесса это товар который имманентно понятен человеку поэтому его не надо заповедовать поэтому 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 сказано возвратишься ты к всевышнему они сказано языком приказательным а именно шув адашем шув адашем это приказание это циво это заповедь а когда сказано вешав то это есть некоторый процесс и будешь ты возвращаться ну вот смотрите как бы мне кажется может даже здесь как бы остановлю мне кажется имеет смысл как бы на этом остановиться у нас как бы все таки идея была сейчас не вообще не то что у нас нет идеи пока что мы дальше будем заниматься постоянного систематического изучения книжки блог мой который книги рабочерки блог мой которая связана с 1 которые связаны с особыми периодами в еврейском календаре нам учат и хода шевуль шува лифмиро шана да а идея была чуть-чуть приоткрыт занавес почему бы что мне кажется что ну мне так кажется у нас было много уроков связанных с процессом шувы и все но мне кажется очень правильно постараться как можно ближе быть к тексту самого рава шерки постараться понять что он имеет в виду не как бы закругляя как бы углы и дело из этого какие-то не хочу сказать банально какие-то очень удобоваримые такие и полуфабрикаты вещи сложные вещи трудные для понимания вот но мне кажется как бы открывают завесу в не знаю еврейское понимание мира особенно нам сейчас это важно по-видимому перед рож шана про которого говорится айон о рад олам это день которым был сотворен рожден мир поэтому хотя бы немного понять каким образом евреи осознают этот мир мне кажется это как бы правильно даже если мы сделали небольшой дождь окей кто то что ты хочешь сказать народ но я уже достаточно наговорился да да нет нет проблем ну хорошо тогда я как бы благодарю всех за участие будет запись на рогу спасибо большое да лена спасибо спасибо большое да замечательно виктория тоже отлично все замечательно что присутствовали будет запись народ тоже послушать мне кажется чрезвычайно мне очень как бы поразили вот эти вещи которые пишет рапшерки особенно все таки занимаясь как бы ну скажем так будучи еврейской тематики уже какое-то время значительно типа там десятки лет вот и казалось бы все должно быть на слуху и понятно не менее рапшерки способен даже вещи которые кажутся выяснить ревиальными то понятными и все типа баранкин будь человеком да вот по идее да кстати рапшерки по мне должен был бы сказать баранкин вернись будь человек вернись становясь человеком обратно вот не будь вот будь человеком это парамбану по видимо это заповедь шу вы да да а вышав то это вот возвращайся становясь опять человеком вот это пересчете на баранкина окей мне кажется что это в общем очень интересно и меня это поразило потому что мне кажется очень очень нетривиально тем не помогает нам как бы понять вообще о чем идет речь хорошо тогда на этом закончим беседа спасибо спасибо большое всем счастливо до свидания как говорит на хама оставайтесь на нашем канале остаемся всем счастливо пока 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 пока